Что такое магниевый анод? Для чего он нужен и как часто необходимо его менять? Анод – очень важная деталь, которая установлена заводом в каждом бойлере. Работает анод без подключения каких-либо проводов. Он расположен возле тена и исполняет роль молнии отвода. Во время работы тена, в бойлерах, электрокотлах и других бытовых приборах, в момент резкого нагрева воды, нагретые потоки быстро поднимаются вверх. Когда холодные потоки опускаются вниз, появляется постоянное движение воды. Такое движение, как тучи в момент грозы, образуют энергетически заряженные частицы. Создается блуждающий ток. Он, как микромолния, ищет более удобное место для удара в корпус, так как корпус является заземлением для этого процесса. Анод как раз и служит этим приемником удара – молнииотводом, так как состоит из разнообразия токопроводящих сплавов – магния, алюминия, цинка и т.д. Принимая на себя удар, анод через свое тело проводит токи на корпус бака, сам при этом медленно разрушается. Так выглядит новый итальянский анод. А так выглядит анод после года эксплуатации. Видны следы удара блуждающего тока. А это остаток шпильки. Ток некоторое время продолжает разряжаться в шпильку, а потом переходит на тен. Обратите внимание на гладкую поверхность нового тена. Теперь покажем тен пробитый, но следов не видно из-за накипи. А вот очищенный тен. Обратите внимание на следы вдоль всего тена. Это и есть электрокоррозия. В бойлерах анод установлен обычно прямо в тен. В некоторых бойлерах он установлен сверху бака, в специальном месте. А в некоторых и вовсе спрятан так, что не каждый мастер может его найти. Основной причиной поломки тена появляется разрушение анода. После распада магниевого анода блуждающий ток продолжает несколькое время наводиться на остатки резьбового соединения. Шпильки анода. Но она быстро окисляется, и ток находит более проводимое место. Обычно это оболочка тена. Заряд попадает в одно место и продолжает наводиться на тен, превращая его оболочку в ржавую фольгу. На этом месте появляются микроотверстия, через которые вода попадает в середину тена. Бойлер постепенно начинает биться током. Тен при этом продолжает нагреваться. Вода, которая попала в тен, начинает испаряться, но быстро выйти через микроотверстие она не может и превращается в пар, разрывая тен. Поэтому некоторые бойлеры комплектуются с защитой от выражения током, УЗО, которое вырубает питание при малейшем намеке на утечку. Многих интересует вопрос, какие тены дольше прослужат без анода, медные или нержавеющие. За 20 лет работы в этом направлении мы пришли к выводу, что более выносливые медные тены. Но не подумайте, что можно ставить их без анода, и они будут работать. Это не так. Медь лишь на какое-то время дольше прослужит, так как из-за хорошей токопроводимости, блуждающий ток частично уходит на корпус бака и разъедает тен по всей поверхности, а не в одном месте, как в нержавеющих тенах. Фирменный анод состоит из качественного сплава, и шпилька залита глубоко в самом анод, что увеличивает срок его сглуба. Фирменный анод имеет зернистый состав и правильную ровную прорезь в торце. Но на рынке есть и дешевые аноды. Они почти не имеют отличий, только специалист легко их отличит. Дешевый не имеет прорези, и сплав более гладкий, да и шпилька не залита, а закручена в сплав на глубину до 10 мм, что приводит к его быстрому разрушению. Он просто отпадает и превращается в мусор, и при этом выделяет сероводород, а вода начинает вонять. Устанавливая анод, необходимо его плотно закрутить в корпус тена. Если анод касается тена, это не страшно. Подключая бойлер, обязательно установите узол или заземление. Разряд блуждающего тока может прожечь не только тен, но и корпус бака, тогда приходится менять весь бойлер. Купить фирменные аноды можно у нас на сайте elementtm.com.ua Ссылка в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok